Микс Ньюз Ну вот и пятница, и после шести, и блондинки в эфире, Леон Лукьянова. Кюлепис, понятно. Сегодня мы говорим о том, нужны ли Латвии сильные общественные масс-медиа, должны ли они быть и на латышском, и на русском языке. Мы задавали вопрос на сайте Болткома, нужно ли вам независимые СМИ на русском языке. 95% проголосовало, что да, нужно, 5% считает, что совершенно не нужно. Об этом мы поговорим сегодня с нашим уважаемым экспертом. У нас в студии Гунта Лидека, бывший член Национального совета по электронным СМИ. Здравствуйте, Гунта. Здравствуйте. Ну, собственно, как бы новостная повестка, информационный фон нам подбрасывает темы. Буквально на этой неделе стало известно, что запрещают трансляцию 9 российских телеканалов. На территории Латвии. Недавно еще один телеканал закрыли. Наш местный, да, ЛНТ закрыли. Да, при этом это не так называемая цензура, как, может быть, многие подумали, а это на самом деле вполне себе серьезные санкции. И, в общем-то, что я могу только приветствовать? Естественно, санкции против ковальчуков и их продукты, которые только засоряют мозг. Но в любом случае я не приветствую какую-либо цензуру, естественно, потому что каждый вправе выбирать. Хочет он, чтобы ему в мозг вкладывали такую идею или хочет он, чтобы вкладывали другую, на то она и свобода слова, на то она и свобода выбора. Ни в коем случае нельзя разрешать некую цензуру, какую-либо цензуру. В общем, мы недавно с мужем спорили. Он говорит, не, ну почему, хорошо бы запретить какие-то там федеральные русские каналы, которые гонят откровенную страшную пургу. Потому что была уже ситуация, что запретили РТР, было на три месяца закрыли, еще когда я была в Совете по радиотелевидению. Так что прецеденты были закрытия. Но это было по конкретным случаям, которые были, ну абсолютно конкретные вещи, которые нагнивали ненависть. Было это хейт-спич. Там очень много конкретных примеров, когда унижает другие нации, унижает людей, он говорит какую-то политическую ерунду. Ну это, конечно, есть конкретно. И здесь, конечно, немножко другой случай, да, по девяти каналам. Да-да-да. Так вот, это я к чему? Это к тому, что вернемся все-таки в Латвию, да, и поговорим о том, нужны ли стране сильные общественные масс-медиа. Можно я свою профессорскую репсику, как всегда, уводя от конкретного вопроса в более такую широкую картинку. У меня такое ощущение, что во всем мире сейчас происходит, ну как бы такой кризис СМИ. СМИ переходят в другое совершенно состояние в связи с технологиями, в связи с тем, что умирают бумажные СМИ по всему миру, да. Да, и глянец в том числе остается только эксклюзивный и только невероятный, который можно потрогать руками. В целом изменяется отношение к государству, к информации, ко всему. И для такой маленькой страны, как Латвия, которая, в общем, достаточно традиционная, привыкла к каким-то вещам ее трудно изменить. И в то же время мы даже по нашим слушателям видим, когда нам же звонят очень пожилые люди, говорят, да мне плевать, что там на этих кнопках. Я все беру в интернете, выбираю сам, что я хочу. Да, или я беру один канал и больше ничего не вижу, да. Люди очень разные, конечно, если смотрите. Это вообще, мне кажется, сейчас проблема, какие должны быть СМИ. Нет, ну, что значит сейчас? Я бы хотела посмотреть на проблему тоже широко, потому что мы говорим традиционно о каких-то конкретных платформах, мы говорим о СМИ, мы говорим о телевидении, мы говорим о радио, мы говорим о печатной прессе, мы говорим об интернете. Но сейчас наши новые времена, все это настолько стало мультимедийным, что сейчас отличить, что у нас является газетой, что у нас является телевидением, радио, это уже становится очень проблемой, потому что в основном все СМИ уже начали работать хотя бы в двух платформах. Например, радио, интернет, телевидение, интернет, радио, даже еще и телевидение, к тому же. Вот что мы сейчас делаем? Бумага, тоже сайт. Да, сайт, бумага, здесь мы вот сейчас сидим в студии, у нас с камерой, что мы? Радио, телевидение, это уже теряет смысл. Границы стерлись. И мы должны смотреть на проблему совсем по-другому. Я сейчас не очень… Мы должны посмотреть с точки зрения контента, создания какого-то определенного контента, каких-то вещей, которые мы хотим или должны донести до общества разными платформами, через мобильный телефон хотя бы, через интернет, через телевидение, через радио, через печатный, аутдор, все равно что, если мы что-то хотим донести, мы теряемся уже, потому что в интернете мы можем любой сказать все, что мы хотим. Так что, если мы смотрим вообще на роль СМИ в нашем нынешнем обществе, то, конечно, сейчас с определением, что такое СМИ, очень надо, я думаю, относиться осторожно, потому что мы теряем границы между, скажем, блогерством, какими-то инфлюенсерами и каким-то традиционным восприятием, привычным восприятием, что такое медиа. Я не очень поняла, почему вы решили свернуть в сторону платформы этот вопрос, потому что про платформы это совершенно… Это не важно сейчас, потому что у каждого своя удобная платформа. Я хотела свернуть с точки зрения, что мы не должны говорить о платформах, мы должны говорить о контенте. В свое время наш знаменитый Билл Гейтс, который представлял платформы, сказал, 96-й год это было, когда он сказал, и все не поняли, что он на самом деле говорит, контент и скинг, три слова, что является самым важным. И это мы почему-то, говоря о платформах, переходя на дигитал, переходя в какие-то другие миры, мы забыли о том, что такое контент. И мы должны говорить только и только о контенте, потому что это основное вообще, что является ролью СМИ. – И мой вопрос все-таки совершенно про другое. – Хорошо. – Про платформу меня совершенно не интересует, потому что я считаю, что это, опять же, та самая свобода выбора. Каждому кому-то удобен ламповый телевизор, кому-то удобен телефон, и в этом телефоне есть абсолютно все сейчас. – А тут только подкасты слушают. – Вот. Но вопрос мой вообще-то совершенно про другое. И даже не про контент, да, потому что как бы вопрос про контент, он зашит в этот вопрос. – Нужны ли общественные СМИ? Нужны ли в Латвии, именно в этой стране, общественные СМИ? – Потому что это, ну, как я имею в виду, да, ну, все имеют в виду, там, пример BBC, например, да. То есть это тот контент, за который платит гражданин, да, он платит, он может влиять на него, да, естественно. Есть общественный совет, который влияет на контент, он решает, что хорошо, что плохо, что правильно, что будем, что не будем. Вот. Помимо всего прочего, там, естественно, конечно же, существует отдельный закон о СМИ. Но это там, да, это Большая Британия, большие BBC, там, т, т, т. В небольшой стране, Латвия, которая живет по демократическим принципам, нужно ли общественное телевидение, которым будет рулить общественное мнение? Или достаточно пустить на самотек, вот пусть СМИ живут как хотят? Мы очень увлеклись идеей коммерческих СМИ в начале 90-х годов, когда менялись формации, мы считали, что вот коммерческий мир спасет ситуацию. Но практика показывает, ну, это традиции европейские. Если посмотреть на Америку, там, конечно, ситуация немножко другая. Там коммерческие СМИ, но там есть разные СМИ общин, которые там содержат свои деньги, но там немножко другой принцип. В Европе, во всех странах общественные СМИ существуют, и я думаю, что они необходимы, потому что баланс между... Они составляют какую-то конкуренцию коммерческим СМИ, тем более, что в такой маленькой стране, как Латвия, в принципе, существовать по рыночным принципам коммерческим СМИ очень сложно. И это никто не заметил. У нас нет рынка. Вы прекрасно это понимаете, да? У нас нет рынка. И если у нас нет рынка, то у нас тем более важна ситуация в том, чтобы было вот это взаимодействие общественных СМИ. Есть какая-то официальная позиция государственная, общественная, это мы все прекрасно понимаем. Там платят деньги за то, чтобы содержать. И с другой стороны должны быть коммерческие СМИ. Но мы прекрасно понимаем, что денег на рынке-то по большому счету не хватает. Тем более после дигитализации, когда вошли вот эти многие каналы, американские, российские, телевидение, радио меньше, потому что там нет дигитала. Но телевидение в любом случае. У нас есть разные издания на русском, на английском языке. У нас рынок очень насыщен очень многими продуктами, которые... Но у нас нет просто денег на рынке, чтобы создавать качественные... Для того, чтобы двигать качественный контент. Конечно, для этого нужны деньги. Да, на это нужны деньги. И здесь очень важно, конечно, мы осознали то, что, например, Европа уже делает очень долгие годы. Мы изначально очень хотели... Нет, мы будем работать каким-то рыночным принципом. Дигитал нас убил полностью. И сейчас мы должны смотреть на какие-то другие формы, как существовать, чтобы сбалансировать вот все эти интересные, чтобы содержать. У нас что самое главное в такой маленькой стране? Чтобы не потерять демократию, чтобы СМИ были разнообразные, чтобы вот то, что месседжи, которые делают тот или иной СМИ, чтобы было много каких-то мнений, точек зрений, которые мы сейчас теряем. У меня почему-то сложилось впечатление, что очень однобоко. Мы их теряем с каждым днем. Вот то, что показалось на следующей, то, что Таня говорил по прошлой неделе по ЛНТ, по телевидению, это, конечно, была катастрофа. Я была при создании первого коммерческого телевидения Латвии, который стал конкурентом латвийского телевидения, который вышел из САВКА, да, и вот здесь была вот первая вот эта конкуренция, и все были очень рады, потому что что-то началось, вот первые признаки демократии. Сейчас мы пошли по волне, что мы начинаем терять эту демократию. Вот и об этом сейчас мы начинаем волноваться. Только сейчас политика начинает осознавать, что у нас, извините, ребят, мы теряем свое медийное пространство. У нас нет обратной связи. А то, что мы, ну скажем так, и индустрия годами говорила политикам, политике, почему-то им казалось, а, сами как-нибудь разберутся, ну там кому-то кто-то доплатил, кому-то дал какой-то проект деньги, как-нибудь выживут. Но у нас очень много было проблем уже, когда ввели дигитальное телевидение, об этом я очень много говорила, писала в прессе, и это было, но сейчас как раз, вот тот вопрос, который вы задали по поводу того, нужны ли, я думаю, что как никогда нам нужны общественные СМИ, но рядом с ними должны и быть сильные коммерческие СМИ. Нет, ну никто не говорит о том, что должен быть только один первый канал, и все, да? Но то, что мы теряем общественные СМИ, это тоже, это верно, потому что то, что с ними сейчас происходит, это, конечно, очень обидно. Но там много... А главное, это очень опасно. Опасно, да. Это опасно и для народа, для политиков это опасно. Совершенно отсутствует, начинает теряться связь с реальностью, с реальными проблемами, такие потемкинские деревни начинают выстраиваться. Нет, но еще есть одна, еще другая проблема. Очень многие люди говорят, зачем нам эти общественные СМИ? И здесь, конечно, очень важно осознать самим общественным СМИ, какова их роль в обществе, потому что здесь опять идет вопрос доверия. Что? Доверяем ли мы общественным СМИ? Представляют ли они интересы общества? Или они представляют интересы, скажем, политической элиты? Гунда, а если они идут, допустим, с муниципального уровня? У нас проблема муниципального уровня, у нас тоже очень долгие годы, потому что очень многие самоуправления содержали свои СМИ, вот каких-то маленьких, у нас и до сих пор есть какие-то газетки, у кого-то радио. У нас радио районные есть. У кого-то еще что-то. Но сейчас, ну, это уходит как-то по-другому. Все понимают, что это не работает, что, в принципе, СМИ выполняют какую-то свою функцию, какие-то рекламные издания по самоуправлениям. Это совсем другое. И мы от этого стараемся уходить. Но то, что в муниципальном уровне содержатся какие-то СМИ, значит, что-то не сделано на государственном уровне, раз такое есть. Потому что, с другой стороны, хорошо, но тогда вы скажите откровенно, что вы представляете, или другие интересы. Что еще очень важно, чтобы общество знало, кто является акционером того или другого СМИ, какие взгляды он представляет. И тогда тоже обществу легче разобраться. Хочу я это слышать? Нужно ли мне это все? Нужно мне ли это? Представляет ли это мое мнение? Хочу ли я альтернативное мнение? Вот это тогда. Но тогда откровенно надо сказать. Извините, ребят, мы представляем интересное управление того и работаем на деньги. Вот это ключевая фраза. Потому что, например, опять же, если мы сравниваем с той же Америкой, там все всегда знают. Это консерваторы, это республиканцы, этим денег дает этот, этим денег дает этот. Эти топят, не знаю, условно за Трампа, эти против Трампа. Снимаются сериалы за деньги той или иной партии и так далее, и так далее. Это очень важно. Но при этом мы прекрасно понимаем, что это общество, оно реально заинтересовано в этом знании. Они хотят это знать. Вот у меня вопрос такой, это ключевой вопрос, вы его затронули. Общество здесь, как в том числе и в России, в России вообще никто ничего не знает, не знает, кто финансирует то или иное СМИ. И поэтому оно не понимает ценность общественного СМИ, общественного национального, не знаю, канала там, да, или любой платформы. Это не важно. Пусть их будет 120. Вот эту работу ведь тоже надо вести. Нужно людям это объяснить, почему им так это необходимо. Потому что иначе они, ну, они тыкают кнопкой, понятно там, да. Мы же прекрасно понимаем, что там, естественно, попараллельно существует огромное количество коммерческих каналов, которые за деньги того или иного папы рассказывают нам ту или иную информацию. Но это может... Ту или иную правду. В зависимости от денег этого папы, да. И важно же, что именно как раз общественное телевидение, оно, или условное телевидение, там, дигитал, любой, оно будет говорить только в интересах общества, а не в интересах какого-то папы. Да, да, да. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Вот Кюрик так говорит. А можно ли это сделать сверху? То есть принять закон и сказать, что-то у нас будет общественное телевидение. Это же я просто знаю, как было в России. Ну, так сделали в России и выделили деньги, государство выделило деньги на общественные телевидения. Ну, Лена, общественное телевидение в России, оно просто называется общественным, оно по структуре не является общественным. Мы прекрасно сознаем, что у нас тоже, мы тоже вышли, извините, все как... Все из Шанели, да. Да, и Савка вышли, и никак не можем от этого в мышлении уйти. И здесь, конечно, один главный вопрос, который, ну, вы затронули, будет ли оно общественным, вот здесь как раз-то вопрос в конструкциях. Например, есть такая вещь, как медиакритика, есть такой инструмент, как ОМБУД, если вы знаете, ну, этот, который оценивает вот эти конфликты, который решает конфликты между обществом и общественными СМИ, вот, который сейчас в новом законе включена, это вот эта институция, в которой Эстония уже есть давно, которой у нас мы боролись, боролись, потому что этого не хватало. Поэтому и народ не доверяет общественным СМИ, они говорят, слушайте, они там прет политику из парламента, из улицы якобы, и нас они вообще не слышат, не видят. Вот сейчас последний конфликт, который был между медиками и общественным телевидением по поводу рака, что вот все это, доктора никому доверить нельзя, все такие, обострили этот конфликт, а никто не пришел и не проанализировал, что мы же на самом деле, слушай, к медиакритикам относимся болезненно, очень. Нет вот этих вещей, которые должны быть при, ну, кругообороте, общественных СМИ, вот самого последнего у нас нет, да, у нас нет вещей, как мы оцениваем работу и как мы отсчитываемся перед обществом, если мы эти деньги даем общественным СМИ, что же мы получаем? И народ имеет право сказать, извините, ребят, вы не представляете нас, да, и кто-то должен вот этими вещами заниматься, у нас пока вот этого нет. У нас исследования показывают, что в принципе общественные СМИ, радио может быть меньше, но латвийское телевидение, например, очень многих исследованиях, которые были, что они обслуживают элиту, ну, элита дает деньги на бюджет, отбрасывает там, не знаю, миллион, полтора, как там то, отрывает, да, от этого бюджета что-то, 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 чтобы серьезно работать над сильным общественным СМИ. Общественные СМИ в Латвии слабые, очень слабые, очень много денег тратится на эти громадные помещения, на всякие разные улучшения инфраструктуры, которые еще тоже с САПКА там, да, вместо того, чтобы заниматься качественным, хорошим контентом и коммуникацией между обществом и властью. Мы прервемся буквально на пару минут, не переключайтесь. 672-12-939, 672-13-939, в эфире «Блондинки не шутят», нужны ли Латвии сильные общественные масс-медиа, говорим мы сегодня с Гунта и Лидой, бывший член Национального совета по электронным СМИ. Вопрос к слушателям, вам нужно независимые СМИ на русском языке? 95% проголосовали, что нужно, 5% считают, что нет. Давайте послушаем дозвонившуюся. Алло, здравствуйте. Добрый день. Во-первых, очень режет ух слово «Совок». Совка уже нет 30 лет. А по существу? По существу нужно менее. Вот в Совке были, в колхозах, в школах, везде были свои мелкие радиостанции. Люди слышали, люди вставали утром, особенно вот в колхозе. У них уже в 6 утра радио работало, рассказывали новости какие-то. У нас в Юрмале хорошая газета выходит, своя, собственная. Мы знаем, что было, что будет. Я считаю, что в мелких вот этих всех, то есть в колхозах, как они там, уезды, или что сейчас называется, нужны все-таки какие-то общественные СМИ. Не обязательно там шикарные, красивые, но чтобы люди знали свои собственные новости. И радиостанции тоже нужны. Для этого совсем не надо большие помещения и много денег. Спасибо. Спасибо большое. Очень хорошая мысль. Да, то, что нужно в своих регионах, это показывает, что газеты нужны свои, это понятно. Нужно, но общественные СМИ, это, конечно, у нас есть только в принципе три общественных СМИ в Латвии, которые мы называем общественными. это Латвийское телевидение, Латвийское радио и ЛСМ, интернет-портал. Но то, что слушательница говорила по поводу мелких региональных, то сейчас уже есть инструмент, который является медиафонд, который поддерживает маленькие региональные газеты, которые работают в регионах, чтобы была эта информация как раз о регионах, потому что общинные какие-то вещи, они нужны даже маленьких общинных, и это тоже понятно. И правильно она говорит, что это не стоит таких больших денег, но в любом случае и в общественных СМИ, почему еще говорят, что нам нужны свои маленькие, потому что большие общественные СМИ иногда грешат и не представляют. И не замечают проблем. Маленькие общины. А вот как вы думаете, опять же, извините, приведу пример Америку, потому что там очень развита эта система. А почему она очень развита? Потому что приучение к информационной культуре начинается с раннего детства, с школы. В каждой школе есть свое радио, которое делают сами школьники. Они сами поднимают проблемы этой школы, что их волнует, они об этом с самого раннего детства. Любой американец, ну или приехавший в эту страну, научается понимать и фильтровать информацию. Что сейчас очень важно в эпоху пост-трус, пост-правды, фейка и так далее. То есть целый Европарламент заседает много сессий подряд и уже там два года собирается скинуться и выделить деньги на антифейковое телевидение. Ну камон, об этом нужно не сверху рассказывать с Европарламента умными мужам, а нужно с детства учить детей, чтобы они учились отличать. Это вообще проблема большая. Нет, это большая проблема, потому мы прекрасно понимаем это так называемое медиа литерси, о котором мы очень много говорим. Да, оно начинает, сейчас начинают в школах есть какие-то компании, но нет вот такой, чтобы были ну скажем так, какие-то курсы, ну скажем обучения, чтобы школьники учились к тому, не говоря о радио, которое, ну конечно, это ресурс, это все сложно, но в принципе то, что вот это обучение тому, вот в школах, что такое СМИ, как им и как ими пользоваться, это конечно очень необходимо. Это прямо целый предмет нужен, потому что сейчас огромное количество народа, поглощая фейковую информацию, делает выводы на основе этой фейковой информации, строит свои жизненные стратегии на основе этой, это же ужасно. Тем более, что исследования и опросы показывают, что именно молодые люди и они более зависимы от этой фейковой информации, которую они воспринимают, они не умеют отличать до сих пор. Я про это и говорю, да. И это, да, это конечно большая проблема и к этому надо учить. Но если мы сами взрослые даже не можем отличить, вот то, что вы уже говорили о том, кто есть, кто, что мы вообще кушаем, что у нас в повестке дня, что мы кушаем, что это такое, так что мы можем дать детям? Мы сами не разобрали. К сожалению, информационную культуру нужно действительно уже учить точно так же, как и любую, не знаю, как историю, географию и химию в школе, потому что... Об этом очень многие годы говорилось. Даже журналисты часто попадаются на изюдочки, начинаются там в Фейсбуке куча перепостов какой-то ужасной статьи, там, не знаю, про распятого мальчика и так далее. Тем более, если посмотреть в Фейсбук, это уже... Я думаю, что там нужно очень много знаний, чтобы отличить уже многие вещи. Давайте послушаем дозвонившихся. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, Олег. Вот смотрите, я считаю, Латвию на территории ЕС такой просто маленький хутор. И, например, то, что у нас существует, да, вот сейчас на радио, о котором сейчас мы разговариваем, вполне достаточно. Почему? Потому что, например, есть радио КЛС-4, да, которое финансируется вроде из государственных денег, да? Из нашей тоже, да. Да, на этой неделе был сказан один товарищ, позвонил, наш радио, сказал, что это манная каша, что она действительно такая и есть. А потом, смотрите, политика нашего государства к чему ведет? Она ведет к вононациональности, понимаете? Вы так как укрутите, не разговаривайте, она ведет именно к латышской Латвии. По всем параметрам. Поэтому на русском языке, дай бог, если мы еще лет десять на этом нашем радио будем разговаривать, дай бог. Знаете, и очень хорошо, что оно коммерческое, слава богу. И не дай бог, чтобы оно финансировалось от государства. А было бы плохо, если бы оно было общественным и говорили бы на русском языке и на латышском, и на английском, может быть. Что ж плохого-то? Вы со мной будете разговаривать на английском языке или на латышском? Я вас спрашиваю. Ну, латышский я пока учу, пока не могу говорить, но могу на английском. Вы подождите, вы можете учиться, пожалуйста, да, но для чего? Чтобы слушать информацию на латышском языке? Зачем? Конечно, я живу в Латвии, я должна знать государственный язык. Вы можете знать. А я, например, здесь родился, живу со своими предками, так сказать, и сейчас здесь никто, я считаю, что мне не надо. Ну и что дальше? Я информацию должен на каком языке вообще-то получать? На своем родном? Ну, вообще-то, если вы живете в Латвии, то в основном, конечно, на латышском языке. Мы, конечно, можем очень долго и усердно ругаться о том, нужны, не нужны, да, но, в принципе, если посмотреть вообще на то, нужно ли на русском, ну, если, если кто-то не хочет знать, что происходит в латвическом обществе, да, он может, он имеет такое право не знать, что происходит, но это, конечно, обостряет всю общую ситуацию в Латвии. с другой стороны, понимая то, что есть очень большая община, которая не говорит на латышском языке, мы должны осознать, что каким-то способом довести то, что происходит, мы должны. если еще, я почему нужно на русском, я считаю, гораздо больше на русском нужно вещать только из-за того, чтобы рассказать там подальше, что у нас происходит, чтобы... Вот это меня, конечно, здесь поражает больше всего. В одной стране живут две страны, которые не соприкасаются практически вообще никак. Это, конечно, странно. С другой стороны, опять же, уже в заочную полемику с сослушателем вступлю, конечно же, если ты живешь в определенной стране, будь то Латвия, будь то Англия и так далее, невозможно не знать государственного языка. Это странно. Это, ну, как бы, зачем ты здесь живешь тогда? У меня единственная такая страна, где есть община, которые живут, которые не знают языка и... Ну, с другой стороны, вот смотрите, в каждой стране, да, это просто здесь большая русская община. В каждой стране есть еще огромное количество других диаспор, да, у которых тоже должны быть свои СМИ на своем языке. И это, спасибо большое, демократии, дает нам коммерческие масс-медиа. Ну, у нас вообще, скажем так, откровенно говоря, других общинных СМИ на их родных языках, в принципе, нет. У нас, я не знаю, на каждой украинской И вот это странно. И вот это странно. Их нет, они пользуются или русским. Так мы у нас в Латвии, в чем ситуация, и интересно, что у нас вот идентичных, вот каждая из общин, они очень сильно отличаются, потому что есть в общинах, которые говорят или на русском, да, или на латышском, например, есть сильные, польская община, там половина говорят на латышском, половина на... польский язык, по-моему, немножко только используется в Латгале в радио каких-то программах. Польский и белорусский это единственные диаспоры, которые где-то там свои идентичности через СМИ создают. Остальные нет, они применялись или к русским, или к латышским. Поэтому, поэтому, вот, чтобы донести, у нас есть два варианта, говорить на латышском или говорить на русском. Вот, то, что не соприкасаются, это, конечно, понятно, что это связано и с политикой, и с геополитическими какими-то интересами, которые не способствуют вот... Единению. Да, к единению. Да, вот это, это, я думаю, что у нас самая большая проблема. Давайте послушаем еще дозвонившихся. Алло, этот уже не дозвонился к нам. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня зовут Петерис, слушаю ваше радио, очень интересно. Я совершенно знаю и русский, и латышки, и русский мой родной, но так получилось, что с 92-го года живу в Латвии, так, а до этого я живу в России всю жизнь. А что я хотел сказать, раньше, когда я приехал сюда, первый раз, когда мне было 20 лет, так, ну, не бум-бум по латышке, но я брал газету Дену, русский вариант, и латышкий вариант, это были одинаковые газеты, а теперь у нас, допустим, возьмем тот же самый ТВН, или Дельфинарий, так, это два разных сайта. Ребятки, если мы хотим, чтобы были бы хотя бы какие-то, ну, без разницы, ты русский знаешь, или латышский, или китайский, тебе надо быть, ну, ладно, патриот, это так сказано, так, ну, хотя бы в курсе, да, не должны быть два разных сайта. И, с другой стороны, люди, которые, они и язык выучат, ну, что тут такого, так что надо одинаково делать, если у нас один язык. Да, мы поняли вашу мысль, она действительно верна, очень хорошая. Я один раз в жизни, шесть лет назад, заикнулась об этом на ЛР-4, и на меня сразу написали жалобу в полицию безопасности. Я хотела бы сказать, я хочу сказать, что слушатель очень прав, потому что, и вот это еще раз говорит о том, что нам необходима общественная СМИ, которая есть вот все-таки единая какая-то... Попытается хотя бы объединить и сделать единую шумсортную повестку. Да, есть какой-то единый нарратив, на котором мы говорим, чтобы понятно было, что мы и с русскоговорящей частью говорим о том же, и с латышской, но у нас сейчас вот эта коммерциализация, вот эти сегментации аудитории, что вот мы хотим сказать той аудитории, и что она хочет, а не то, что есть на самом деле, или наоборот, потому что мы видим эти течения, которые есть в аудиториях, сегментированных, вот эти мы, наверное, и поэтому, я думаю, что должно быть. Но вот грешит, по-моему, этими и общественные СМИ. То, что есть два разных потока, один на русскую аудиторию, и другой на латышскую аудиторию. Он должен быть один. Да. Он должен быть одинаковый. Давайте еще послушаем. У нас разрывается телефон. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я тут въехал на машине и слышал вашу передачу, я не знаю вашу фамилию, но вы так часто ссылаетесь и говорите, что там вот фейк-ньюс, фейк-ньюс, и, например, привозите в штаты. Так я вообще удивляюсь. Не знаешь, кому верить, если президент страны, тех же штатов, говорит на Washington Post, что это фейк-ньюс. О чем можно говорить? Нет, имели в виду. Вы нас немножко не поняли. О чем можно говорить? Нет, нет, нет. Вы нас неправильно поняли. Ладно, все. Спасибо большое. Давайте заодно сразу послушаем. Еще звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Я хотел бы сказать, вот в чем проблема, как ее разрешить. Я вот часто слушаю Соловьева, там ему подобным, да, людям. И я, у меня нет родственников, например, в России. Но мои предки живут в Латвии примерно где-то с конца 19 века. Куплено было имущество у царя того времени. И вот проблема в чем? Когда я слушаю Соловьева, и он говорит что-то про Латвию, и говорит такие не очень хорошие вещи. Но я, живя, будучи в Латвии, я могу сравнить их. И вижу, что на самом деле это противная информация. А в латвийском информационном потоке, в частности, например, на Дельфии, я вижу, что нам говорят, совершенно... Тогда, когда мы здесь живем. Понимаете? И получается так, что... Как я могу верить тем, кто врет изначально? Если бы была бы правда, вот чисто правда, как она есть, как, например, часто говорят ее Соловьев, по крайней мере, о нашей передаче, о нашей стране. И вот, когда он говорит, например, о нашей стране... Не всегда он говорит... Я могу... Давайте будем честными. Он никогда не говорит правду. Нет, ну, получается, что вы как дождь сейчас превращаете в дождь. Понимаете? Получается, что я вам теперь тоже не буду верить. Я могу сравнить, что он говорит о нашей стране. Подождите, а мы что сказали, по вашему мнению, неправдивое? Что вы говорите? Да. Ну, например, то, что русские должны все знать латышский язык и что мы изначально должны, например, говорить на нем. Почему? Вот в чем здесь правдивость? Ну, поезжайте в Россию, говорите там на русском языке. простите, пожалуйста, я не очень, если честно, поняла вопрос, потому что, как бы, это мнение, это не есть правда, либо неправда, либо фейк-ньюс, как бы, как это отнести в категорию правды, если это просто мое частное мнение. Я считаю, что если человек живет в стране, с определенным государственным языком, конечно, он должен знать этот государственный язык. Я его, например, хожу, учу. Понятно, что никто, спасибо, да, спасибо демократическим инструментам, никто не заставляет тебя насильно это делать. Да, но... Нет, я думаю, что вот то, что мы сейчас слышали, что это все-таки, ну, такая долгая историческая политика нашей, нашей долгой жизни уже в независимости, что политическим силам всегда было выгодно представлять ту или другую сторону, и вот эта конфронтация между людьми... И я понимаю, слушатель, который говорит, который из царской семьи выкупил... Потому что Латвия уже исторически была мультинациональной страной, и понятно, слушатель, который считает, что он не понят в этой стране, потому что он пользуется СМИ, которые представляют потоки, которые, ну, информационные потоки, которые благоприятны как раз... Стране-заказчику. Да. Ну, российской стране. И вот здесь тоже опять мы вернулись к тому, что должно быть сильное общественное СМИ на русском языке, которое говорит... О проблемах Латвии. Говорит о... О том, насколько трудно этим людям. Да. И что не только русским трудно, латышам трудно, русским трудно, всем трудно. У всех есть какие-то проблемы, но что это не только проблемы, которые... Проблемы русских в Латвии, да, а это и проблемы латышских, но мы как-то очень разделяем вот эти две вещи. Вот научно это уже называется близость к этнолингвистическому конфликту. Вот я вот как профессор скажу. И я могу сказать, не зря об этом очень много говорит в международных каких-то институтах, конференциях о том, что, конечно, общение с большой частью населения Латвии, которые, ну, скажем так, не знают, не знают или по каким-то причинам пользуются российскими СМИ и даже им комфортно. Получается. Да, у них в принципе нет. То есть, если бы у них был местный рынок. Если бы вы помните, было у нас, я сама стояла у истоков, мы создали в свое время ТВ5-телевидение на русском языке, вещала. Там, где Мамыкин был. Да, там был Мамыкин, да, там все было. И это было другое. Это были проблемы Латвии. Это было, и только из-за того, что рынок не смог, не справился, мы это уничтожили. Это тоже были какие-то другие мнения, другие взгляды. Мы говорили о том, что происходит в Латвии. Русская община могла говорить об этом. Это было очень-очень важно. Этого тоже уже нет. Очень-очень сложно, когда вот этот сильный поток российской информации, которым пользуется народ в Латвии, и им не нужно уже вот это другое, потому что они верят тому, что это происходит. К сожалению, да. Абсолютно и правы. Нет, ты должен сравнивать какие-то мнения, да. А у нас очень-очень удобно, потому что, а зачем? У меня там все есть, я знаю, я даже не знаю, кто у нас президент в Латвии. Это не надо. Но, в принципе, мы не даем возможности говорить. Выбрать. Да, давайте дадим возможность говорить с нашим слушателем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Лично мое мнение такое, что, скажем, общественные какие-то СМИ, которые будут обсуждать какие-то бытовые вопросы, ну, я говорю о Латвии, да, возможно, возможно, они будут одинаково слушаться русскими, но отношениями проблемы одинаковые. Ну, это до тех пор, пока это не будет касаться политики и вот именно межнациональных вопросов. Ну, понимаете, все-таки никогда, я не думаю, что латышские СМИ будут освещать положительно 9 мая, а русские СМИ будут освещать положительно 16 марта. А почему обязательно положительно? Освещать надо. Задача, вообще-то, средств массовой информации просто освещать, давать эту информацию. Вы можете, вы можете, вы можете объективно, независимо осветить какое-нибудь событие, которое происходит, там, не знаю, в Австралии или где-нибудь в Южной Африке, которое не касается лично вас, не касается каких-то, каких-то лишних, этих самых, каких-то очень близких сердцев вам не лежит. А что, больше нет политических проблем, кроме двух праздников в Латвии? Что нет налоговой реформы, нет распуска СЕЙМа, нет других там медиков. Я называю крайние вещи. Да, да, мы поняли, что просто привели, да, в крайние примеры. Но, если с младшей спасибо, это тоже. Но политизация праздников, это, конечно, тоже такая вещь, что... Давайте вдохонечку быстро послушаем, вот он справа разрывается телефон, дадим возможность высказаться. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, еще раз я звоню, мне такая идея возникла, а почему нельзя создать Балтийский канал на русском языке, чтобы эстонцы, латыши, литовцы... Была идея. Вот дальше и украинцев прибыли. Отличная идея. Утром нечего смотреть по нашему телевизору. Это Петрис. У нас меня латвийское правительство... Да, я Петрис. Латвийское правительство отправляет смотреть российские новости. У них, посмотрите, какая прогноз погоды хорошая. Я сегодня утром хотел посмотреть прогноз погоды. Щелкаю первую Латвию, латвийская, четвертая Латвия, там мультики показывают, ну, я люблю детей, пускай... ТВ-3 вообще непонятно. Один спорт. Ну, я понимаю, что мы спортивная держава. Я понимаю. Ну, ничего. Мы есть спортивная держава. Спасибо большое. Спасибо большое. Быстро еще последний звонок, обещаю. Нет, не дождался нас последний звонок. Ну, вот вы говорите, что была уже идея создать Единый Балтийский канал. Да, была в свое время такая идея, но все закончилось тем, что очень отличается повестка Дня Литвы, Латвии, Эстонии по отношению вообще информационным потокам и русских аудиторий тоже в том плане, потому что вы знаете, что в Литве русскоговорящей аудитории мало. Да, 3%. Там в основном поляки, у них даже одно польское радио есть. А Эстония очень либерально относится вообще к любым вещам, которые связаны. Они считают, что они создали русский канал общественной телевидения, они создают, у них есть вот эти информационные потоки на русском языке, свои, и они очень либерально относятся к тому, что происходит и с российскими потоками. И вот вы опять остались про развитого корыта. Да, и остались ни с чем, поэтому я думаю, что вот как раз вот эти вопросы, очень-очень серьезные вопросы сегодня вы обсуждаете, потому что, и мне приятно, что у слушателей есть интерес к этому, потому что это о том, что мы должны говорить на латышском и на русском единой повесткой, это однозначно, чтобы наконец-то кто-то понял, где он находится. Потому что мне иногда кажется, я когда общаюсь с своими кандерусскими друзьями или с латышскими, они живут абсолютно, каждого что-то абсолютно свое. И это нехорошо, если не говорить даже, что страшно. Знаете, что вспомнила? Удивительную историю случалось с нами. Однажды ехали с мужем в машине по Литве. Литве. Да. Вот. И слушали государственное радио. Ну, как-то так получилось. Понятно было, что это государственное радио. Вдруг, которое прервалось, в какой-то момент начал говорить, вот сейчас, простите, не вспомню, но вот, например, на чувашском языке. Вдруг. И потом дальше, мы настолько опешили, начали, естественно, тут же гуглить, и действительно оказалось, каждый там, не знаю, как в жюле, каждый там в третий четверг на государственном радио идет программа для полного чувашского языка. Это же круто. Да, это хорошо. Об этом у нас раньше тоже такое было. У нас раньше было такое, но на латвийском радио, но исходя из того, что денег на общественные СМИ не хватают, они занимаются, конечно, коммерцией, реклама разрешена, и здесь, конечно, нет места для таких настолько сегментированных программ, которые слушают, скажем, община, например, не знаю, армян. Ну, венесуэльцев, например. Нет, армян хотя бы, или грузинов. Но вы согласитесь, насколько это сильно снижает уже весь этот пар негатива. Да, то есть у них есть задача общественного СМИ. Но при полном финансировании общественного СМИ, не так, как у нас, вроде бы, немножко финансированы, каждый год одно и то же, скандал за скандалом, в этом году то же самое, не могли поделить ни латвийское радио, ни латвийским телевидением, кому нужно, кому нет этот миллион, который дополнительно вырвали из бюджета, потому что, в принципе, не финансироваться полностью общественной СМИ. Вот слушайте, вот мы не успеем сегодня договорить об очень важной вещи. Я думаю, что мы попросим Гунту однажды прийти еще раз в эфир, и мы поговорим об экономической модели, отдельном, еще кого-то позовем из специалиста. На личном законопроект, представим его всем и продаем его. Обязательно. Пусть будут СМИ на всех языках, всех национальностей, которые живут в благословенной Латвии. Спасибо большое, Гунта Лидека, Кюля Писпанин, Лена Лукьянова. Впереди выходные и ведите себя плохо.